Ребята, привет! Я сейчас доедаю свое, скажем так, относительно новое блюдо. Это картошечка, скажем так, с приправками, ни тушенки, ничего. Ну, ребята, вкусно, обалденно! Сейчас я вам расскажу, как это делается. Может быть, вам тоже понравится, возьмете на вооружение. Сегодня у меня в меню будет такая сухая картошка, вот заодно в качестве разового походного байкал, сейчас буду опробовать порцию. Вот этот мешочек 300 грамм воды надо. Наверное, даже мало я налил. И сейчас сюда, пока водичка греется, тушенки я не брал как-то, даже маленькая баночка тушенки это богатым будет. Вот сюда сушеных помидорчиков добавим. Картошку. Немножко соли я там уже в саму сухую картошку добавлял. И сюда же еще добавим суповой приправы этой польской. В ней тут морковка есть сушеная и корень сельдерея. Сейчас это немножко прокипятим, а потом зальем. Ну, то есть попробуем такой лицем. Ну, а в конце добавлю уже чесночка и петрушку. Вот, конечно, по теплу и на свежем баллоне вода вообще моментом заводится, даже не закрытая. На самом маленьком огоньке. Вот сейчас она немножко чтоб пропарился сельдерея и морковочка сушеная. Прокипятим. И потом уже называется гулять так гулять. У меня еще с собой есть пакетик сливок сухих. Буду делать пюре. Ну, скажем так, пюре на молоке. Ну что, приправка немножко пропарилась. Уже все разошлась. Сейчас немножечко еще подсолю. Чуть-чуть. Без соли я что-то не очень любит. Вот так. И сейчас вот оно, вот огонек прибрал, оно еле-еле-еле-еле булькает. Сейчас сюда еще пару ложек сухих сливок. Разгоним. Это вот российские сливки 35-процентные из натурального молока. Сливкина сторона уже как бы уже давно и удачно ими пользуется. Они хорошо расходятся. Сливки разошлись. Я просто горелку пока прикрыл, но не выключаю, чтобы не остывало. Значит, а вот это вот обычный сухой картофель, сухой пюре. Вот я их раскидал тут по пакетикам. Получается, он там один четырем с половиной идет. То есть, вот этот вот 70 грамм сливок, я там по весам раскидывал, идет на 300 грамм воды. Вот так приблизительно. Ну и немножко здесь вот как бы щепотка соли так добавлена. Ну, скажем так, больше вариант универсальный. Потому что я люблю посолонее. Ну, скажем так, такой заменитель роутона. На горячую воде они вон вообще изумительно запариваются. Получается пюре. Ну и заодно вот хочу посмотреть, как вот, что вообще вот 70 грамм это вот на мой здоровый аппетит. Это много-мало. Ну, то есть, в принципе, она вокроутона. Ну и еще сюда, это же, конечно, святое. Сейчас добавляем укропчика. Ну, как картошка с укропчиком. Это классика. Какая-то. centered... И чесночка, я люблю чеснок, вообще люблю немножко сушеного чесночка Ну и тут немножко петрушки просыпалась, щекотка петрушки Теперь это все замешиваем Вот на этой горелочке подогревать такие вот вещи густые надо очень аккуратно Потому что горелка даже почти прикрытая, все равно кочегарит, вон аж подпрызивает Вон я даже вот на дне держу, это все аж подпрызивает, чтобы оно не пригорело Ну вот сейчас размешиваем, растираем приправы Так, чуть-чуть еще подогреваем, чтобы приправки хорошо натянули Постоянно мешая Ну в основном центр здесь вот подхватывает, поэтому активно мешаем центр Краяло Вон оно вон, взлетает моментом Хотя горелка вон, как зажигалка тлеет, может быть А и как оно все в тему тут Все, вот это сейчас крышечки закрыли Горелка гасим И даем ему пару минут постоять И можно приступать Ребят, попробую обалденно Вот я делал уже ролик по приправам Что-то многие, скажем так, со мной не согласились, что зачем столько приправ таскать Знаете, я же говорю, что Вот приправ вот Ну вот они Вот пакетик То, что я тогда просто большой пакет показывал Вот он, реально И то по-богатому это все Вот эти приправы Вот можно банально вот сушеной картошкой вот на ровном месте моментально Да, говорю, картошка, ролл там, во что угодно Можно моментально сделать себе очень вкусно покушать Ну, я же говорю, что Ну, конечно, каждому свое, но Получился Там ролик получился очень спорный, но Как вариант рекомендую Ну, ребята, вот Смотрите Вот по итогу получилось Ну, это вот литровый котелок О, получилась вот такая вот здоровая пайка То есть воды даже Ну, я немножко больше дал воды все-таки Это даже вот там не 300 Это грамм 350-400 там надо воды Ну, 350 где-то Вот, на 70 грамм сухой картошки То есть получилась вот лох Вот такая вот здоровая пайка То есть даже на мой хороший аппетит Это очень даже Ну, а я сюда еще и тушенки добавить пару ложат Там полбаночки маленькой Ну, это вообще Уже так Поесть так добро Можно То есть, в принципе, я как бы с этой Пайкой не прогадал Ну, вот про это Вот про эти вот скоростные пайки Я еще сделаю, наверное, потом отдельный ролик там Потому что тема, как бы, достаточно интересная И достаточно длинная Обалдеть Даже без тушенки великолепно То есть это уже даже не перекус, это нормальная пайка То есть, в принципе, на перекус Так, если их с большего Перехватить Ну, если там движение Там что-то делаешь Ну, то есть, когда Нажираться просто не стоит Ну, я так думаю, что и пол пакетика Там две трети за глаза хватит А вот это уже нормально покушать можно Ладно, не буду отвлекаться Пока оно все тепленькое Буду кушать Кастрюльку бы облизал на язык короткий